Арт Богданов. Последний храм. Книга третья. Игры тандемов. Глава первая. Очень неприметный человек в сером столь же неброском деловом костюме шагал по серому бетонному коридору. Как и все, кто проходил по нему до этого, человек испытывал нервное озноб от страха. Вот только остальные боялись двери в конце пути, а он боялся самого коридора. Слишком хорошо он знал, что скрывают эти неокрашенные стены, пол и потолок. Потому как сам руководил созданием этого чуда. Век высоких технологий, когда новые разработки устаревают, едва успев сойти с конвейера, угнаться за новыми системами защиты очень непросто, а самое главное дорого. Американские коллеги так и делают. Едва установили одну систему, тут же ее меняют на другую, еще более надежную. Потому что предыдущую уже взломала команда тест-хакеров, и это в лучшем случае. У нас же решили все совсем иначе. Как в старые добрые времена при Союзе, когда американцы тратят на создание шариковой ручки для работы в космосе миллион долларов, наши, почесав затылки, вручают своим космонавтам простые грифельные карандаши. Здесь решение принципиально похожее. Никакой сверхсложной электроники и автоматики. Простейшие механические системы, разработанные одним обычным майором инженерных войск, который, как и все доморощенные гении, просто занимался этим у себя в гараже. Сейчас этот Кулибин сидел в почти таком же бункере и продолжал изобретать смертоносные ловушки. И будет там сидеть еще долго. Слишком много знает. Им пришлось пообещать хороший уход за его сыном инвалидом в одном из реабилитационных центров корпорации. Стоило это недешево. Но и сын майора оказался толковым парнем, который со временем может стать отличным оперативником в дриме или аналитиком в реале. Массивные стальные двери, перед которыми благоговели остальные посетители этого места, на серого человека не производили такого эффекта. А вот две противопехотные мины семейства Монак, вмонтированные в стену, заставляли дрожать колени. Открывалась дверь очень сложным металлокерамическим ключом. Никаких кодов этот ключ не содержал, но при повороте в обычном механическом замке замыкал и размыкал контакты, идущие к детонаторам мин. Подделать такой ключ можно только разобрав чуть ли не на атомы оригинал, который существовал всего в одном экземпляре. Все 200 метров коридора представляли собой сплошную ловушку, созданную несколько экстравагантным сапером, можно сказать, вручную. Поэтому это так нервировало. Некую безалаберность, присущую нашему народу, никто еще не отменял. Интерьер кабинета был столь же спартанским и не обремененным лишними вещами. Никаких картин, фресок и прочие атрибутики, присущи показушным владыкам жизни. Несмотря на это, здесь решались вопросы, недоступные даже уровню губернатора и министра. Президенты стран еще имели кое-какое влияние, и некоторые люди, чью власть обеспечивал их капитал. Остальные в этом кабинете могли быть только в роли просителей. За монолитным столом без особых изысков и рюшек, но выглядящий монументально, сидел столь же серый и неприметный человек, но чуть постарше вошедшего. Младший, не тратя времени и сил на реверансы, прошел к столу и присел на единственный стул напротив. «Докладывай», – сухо сказал старший, отрываясь от трех мониторов, являющихся частью его стола. На стол легла маленькая флешка, размерами едва больше ногтя большого пальца. «Здесь все, что успели нарыть или понять. По большей части гипотезы и теории, но есть и пара рабочих версий». Старший задумчиво покрутил флешку в руках. «Что лично ты думаешь? Мне нужен живой доклад, а не сухие графики и цифры». Стали пропадать видные умы на нашей территории. Там есть список, вряд ли их найти не удалось, но в игре они появляются. По обрывкам фраз и разговоров стало понятно, что на них вышел раздолбай. Похоже, он собирает команду. Соболенко из Венигородский тоже в списке. Они ушли от плотной опеки и с тех пор их видели лишь дважды и только в игре. Мы слишком поздно спохватились. Даже наш список, вероятно, не полон. Старший все-таки вставил флешку в разъем и несколько минут изучал полученные данные. После этого флешка попала в обычную советскую мясорубку и на выходе оказался совершенно невосстанавливаемый мусор. «Хмм... Я понимаю, зачем ему Соболенко из Венигородский. Но зачем ему нейрохирург, психолог и педагог?» – протянул старший. «Я пока не понимаю даже, зачем ему первые двое. Все слишком размыто, не хватает данных», – ответил младший. «Не думаю, что он желает создать новую игру. Скорее всего, перекроить уже имеющуюся. Правда, понять, зачем ему это нужно, все же не смог». «Он всегда себе на уме. Что говорят программисты?» «Требует доступ в игру. Без вмешательства в программные файлы и доступа к логам они бессильны. Слишком огромен массив данных. Такой не обработать без ци. А так как пытаемся разобраться в самой ци, то инструментов просто нет. Мы даже не смогли понять, как раздалбай вписал себя в основы мира. Это единственный бог, которого нельзя выпилить из пантеона. Остальных это мало волнует, потому как он существует только в русском пантеоне. Думаю, они сильно недооценивают опасность. Однажды он изменил мир, даже не стараясь. Уверен, это может повториться. «Они все понимают. Просто воспринимают все по-другому. Если для нас игра это дрим, то для них и реал такая же игра. Им все равно, что учидит раздалбай. Но вот информацию требуют, причем всем скопом», – поморщился старший. «И наша задача – сохранить порядок при очередном катаклизме. Иначе снова будут жертвы. Много жертв. Угрожают?» «Нет, это не их уровень. Они сразу убивают, если что-то не по их сценарию идет. Так что если мы живы, значит работаем правильно. Вот только результаты нашей работы пока никакие, и с этим нужно что-то делать». «Доступ к внутренней кухне игры нам дадут?» «Ты в казино когда-нибудь ходил?» «Шеф, я что, похож на идиота? Казино всегда выигрыши без вариантов. Это что, проверка?» «Нет», – усмехнулся старший. «Просто вспомнилось, как-то раз я работал по профилю в казино, еще в молодости. Так вот, игроки играют до тех пор, пока знают, что тут все честно, даже если понимают, что правила на стороне хозяев. Наверху все так же. Они не дадут нарушить свою игру. Слишком много усилий вложено в расклад сил и расстановку фигур. Потому наша задача разобраться во всем игровыми методами». «Плохо. Наши руки связаны. Гарантировать результаты я не могу». «Понимаю. Но есть еще человеческий фактор. Использую его. У нас мощная сеть агентов по всему дреммиру. Кто работает на раздолбая, рано или поздно всплывет. В разговоре со шлюхой, другом или врагом. Люди всего лишь люди. Для этого нужно время и ресурсы. Ресурсы у тебя будут. А вот время – это зависит не от нас, а от раздолбая. Так что поторопись». «Понял. Сделаю все, что в моих силах. Есть у меня на примете пара людей. Но...» «Что?» – поднял бровь старший, глядя на замявшегося младшего. «Они не совсем обычные и сейчас сидят в местах не столь отдаленных. За дела не очень красивы. В реалах выпускать нельзя, а вот в игру...» «Думаешь, это решение?» «Раздолбай универсал. Играть против него стандартными методами. Только смешить его. Нужны непредсказуемые подходы и радикальные методы. Иначе мы так и будем отставать на два-три хода, как минимум». «Хорошо. Я дам тебе карт-бланш. Можешь подключить их к игре. Главное, замотивируй их правильно». «За это не беспокойтесь, шеф. У меня уже есть план». «Хорошо. Я жду результатов». И старший кивнул головой на дверь. Младший поежил соловья озноб на позвоночнике. Эти 200 шагов по прямому коридору были самыми сложными в его карьере. Ветер шевелил пол и плаща, а я все так же размышлял над тем, что делать дальше. Дрейк молча стоял рядом, думая о чем-то своем. Странный у нас выходит тандем. Но раз похвест посвятил его в свои жрицы, то сделал это с далеко идущими планами. Уж кто-кто, а этот парень умеет просчитывать партию с первого хода до последнего, едва противник взял фигуру. Да и Дрейк был по-своему неплохим человеком. Разочарованным в жизни и людях, но без лишней гнили. Даже если он творил зло, то делал это прямо и не скрываясь. Это было необходимое зло, пусть и необходимое только ему. Субтитры сделал DimaTorzok